Займёмся фибоначиевой системой шестыни. Так, все, тише. Последовательность фибоначи. Напомню, что это за числа. Один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один, тридцать четыре, пятьдесят пять, восемьдесят девять, сто сорок четыре. Ну, зря начал середина доски, надо было начать ещё правее. Но в любом случае последовательность бесконечная. Что? Последовательность фибоначи складываются двух предыдущих чисел в следующую число. Совершенно верно. Каждое следующее число — это сумма двух предыдущих. Один плюс один — два, один плюс два — и так далее. Так вот, я сейчас расскажу вам, как при помощи этих чисел можно представлять любое натуральное число. Значит, смотрите. Давайте возьмём какое-нибудь число, сразу не очень маленькое. Например, возьмём число сто шестьдесят. Сто шестьдесят — это сто сорок четыре. Господа, я здесь ставлю единичку, знак того, что сто сорок четыре надо взять. Плюс сколько? Тринадцать. Не совсем. Двадцать шесть. Двадцать шесть тоже не совсем. Шестнадцать. 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 Шестнадцать — это тринадцать плюс три. Вот смотрите. Я поставил в этих местах единички, а во всех остальных местах я ставлю угли. Вот таким образом я и получаю... Поэтому в моей цели у нас две единицы, поэтому давайте я пока не буду второй ставить. Я получаю следующее простое равенство. Сто шестьдесят — это сто сорок четыре плюс тринадцать плюс три. Я разложил число сто шестьдесят в сумму разных чисел последовательности Фибоначчика. Что вы спросите? А можно по-другому? Нет, нельзя. Потому что я пользовался так называемым жадным алгоритмом. Вы мне хотите сказать, что можно было сто сорок четыре представить как восемьдесят девять пять. Или тринадцать представить как восемьдесят пять. Нельзя. Потому что я ведь не просто так вам говорил, чтобы представлять. Я пользовался совершенно четким, жестким правилом. Когда мне дали натуральное число, я смотрел, какое самое большое натуральное число можно из него взять. Жадный алгоритм состоит в следующем. Когда вам дали какое-то число, то надо не просто вычитать из него число Фибоначчика, а вычитать из него самое большое, которое можно. Между прочим, давайте из жизни, ребята, представьте себе, вы пришли в магазин, протянули, скажем, пять тысяч рублей кассиву, а вам нужно оплатить покупку, я не знаю, там, в четырнадцать рублей пятьдесят шесть копейки. Скажите, пожалуйста, как выгодно, как, вернее, как идеологически правильно давать сдачу? С чего надо начинать? С чего надо начинать? С того, что дать вам сначала копейки? На самом деле, конечно, если вы хотите, чтобы вас не обсчитали, и чтобы вы никого не обсчитали, то начинать надо, конечно, с четырех тысяч. По очень простой причине. Потому что иначе, смотрите, что можно сделать. Можно правильно отсчитать копейки, потом правильно отсчитать рубли, потом правильно отсчитать десятки рублей, потом даже правильно отсчитать сотни рублей, устать и четыре тысячи не дать. И заметьте, да? Заметьте, вроде бы старался, давал сдачу. Давал, 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 долго, упорно, каждую копеечку отсчитывал. Маленькая проблема, забыл дать четыре тысячи. А все остальное хорошо. Поэтому, если вы хотите, чтобы не было больших ошибок, то очень часто в жизни... Это вот мы решили, это металлогичный термин. Жадный алгоритм. Он заключается в следующем. Когда тебе нужно решить какую-то задачу, лучше начинать не с ковыряния в копейках, а с того, чтобы разобраться, все-таки, сколько было тысяч. Поняли смысл? Да. Потом разобраться, сколько было сотен и так далее. Бывает, что жадный алгоритм не срабатывает. Такие хитрые примеры бывают, и в этом, конечно, случае. Вот. Но в очень многих случаях вот этот вот самый естественный алгоритм срабатывает. И в нашем случае он действительно абсолютно срабатывает. Сейчас вы мне скажете несколько чисел. Единственная просьба. Давайте они будут все, ну, не больше двухсот, ладно? Чтобы мне не использовать слишком большие. Так, подряд. Называете число, потом вы называете, потом вы называете, а я записываю на то. Число от одного до двухсот. Громко. Сто тридцать четыре. Сто тридцать четыре. Сто семьдесят два. Сто семьдесят два. Сто восемьдесят. Ну что ж вы все джатые такие, а? Сто пятьдесят. Сто девяносто. Так, назовете что-то небольшое? Сто девяносто тридцать. Так, тридцать, спасибо за это. Пятнадцать. Пятнадцать. Все, больше у меня пока нет возможности. Значит, смотрим, что я сейчас делаю. Это очень просто. Число сто тридцать четыре. Уже здесь ничего нельзя. Это восемьдесят девять. Это восемьдесят девять. Плюс сколько? Сорок пять. Плюс сорок пять. Сорок пять это тридцать четыре. Плюс одиннадцать. Одиннадцать. А три где есть? Шо? Значит, смотрите. Вот так вот записывается в фибоначчевной системе счисления. У меня число сто тридцать четыре. Так, сто семьдесят два. Говорите. Сто сорок четыре. Надо взять дальше. Сто семьдесят два минус сорок четыре. Это сколько? Сейчас надо будет взять треть. Это будет два два. Так, так, так. Сто семьдесят два минус сорок четыре. Это? Правильно? Двадцать восемь. Двадцать восемь. Надо взять двадцать один. И останется взять семерку. А как берем семерку? Пять и два. Пять и два. Молодцы. Пять и два. Прохожу аккуратно везде в остальных листах, пишу нули. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. У меня довольно много нулей. Правильно? Вот. Потом мы увидим, что это не случайно. Так. Работаем. Сто восемьдесят. Это? Сто сорок четыре. Сто сорок четыре плюс? Тридцать шесть. Тридцать шесть. Да, это тридцать четыре плюс? Тридцать шесть. Это тридцать четыре плюс два. Замечательно. Кстати, интересно. В последнем столбце у меня упорно стоит ноль. Так. Будет всегда или нет? Нет. Так. Сто пятьдесят. Это? Сто сорок четыре. Это сто сорок четыре плюс? Сто сорок четыре. Пять и один. Вот. Наконец-то. Мы здесь впервые написали единичку. Во всех остальных местах решу ноль. Хорошо. Я это число сумел представить в системе числения Фибоначьевой. Так. Осталось еще два числа. Тридцать и пятнадцать. Тридцать и пятнадцать. Что такое тридцать? Это двадцать один и... Восемь и один. Так. Опять единичный получилось. Что так вышло все-таки. Так. И, наконец, пятнадцать. Это? Тридцать. Тридцать и два. Это тринадцать. И два. И два. Очень хорошо. Очень хорошо. Это тридцать и два. Значит, сейчас давайте все-таки быстро выпишем. Восемьдесят девять восемь... Сейчас. Нет, нет. Восемьдесят девять тридцать четыре. Так. Пожалуйста, сюда не подбивайте. Восемь и три. Единственное число, которое... Так, так. Сто семьдесят два. Не сбивайте меня, пожалуйста. Сто семьдесят два. Это сто сорок четыре. Двадцать один. Потом идет пять. Потом идет два. Сто восемьдесят. Что такое? Это опять у нас сто сорок четыре. Тридцать четыре. Это я просто королирую себя. Тридцать четыре и два. Сто пятьдесят это то же самое. Сто сорок четыре, тридцать четыре. И... Почему один? Пять два. Тридцать четыре. Нет. Так. Сто восемьдесят ошибся. Сто сорок четыре. Сто пятьдесят. А, сто пятьдесят ошибся. Сто пятьдесят. Да, да, да. Спасибо вам. Спасибо. Действительно. спасли меня от ошибки что такое тридцатка? 21 это 21 8 и 1 и наконец 15 это 13 и 2 очень хорошо вы скажете, что никаких особых свойств не видно на самом деле здесь во всей этой таблице очень много нулей вот нельзя ли это превратить в какое-то четкое правило не просто сказать, что да, единицы редко встречаются а нулей много я должен объяснить закономерность этой таблицы на самом деле подсказка уже была подсказка была такая что вот когда у меня 144 то это в принципе можно было бы записать как 89 и 55 но мы это не делаем потому что мы договорились брать самое большое число значит какой есть четкий принцип при разложении в системе счисления фибоначчи что при разложении в системе фибоначчи могут в числе быть рядом две единицы или нет? нет вот давайте это четко себе запишем рядом единицы не могут стоять и так рядом единиц не бывает то есть если у нас взято число 34 то после этого мы не могли взять 21 почему? потому что если бы можно было после этого взять 21 то 34 и 21 даже 55 мы бы сразу уже взяли не 34 а 55 так что есть очень важное качество в наших последовательности в туалете единиц рядом единицы стоять не могут теперь давайте мы с вами попытаемся не для таких больших чинов а выписать абсолютно то же самое для всех чисел начиная с единицы и подряд по жадному алгоритму пожалуйста каждое из чисел я не знаю на сколько у меня хватит терпения но тем не менее на три столбца точно хватит давайте давайте на 4 все все ничего с вами не сделается кстати 34 это 34 это правда вот ну давайте давайте так все четыре человека четыре столбца четыре кусочка это берите берите и так выбирает если можно я напишу пишите насколько можете дотянуться итак при помощи жадного алгоритма надо число представлять в виде суммы да кстати иногда будет не надо ну все там понятно что 8 плюс 1 так да пишем везде успеваем записать называется фибоначливая система счастливия не нельзя смотрите 15 плюс 15 это абсолютно неправильно 15 это не число фибоначчи и 31 это не 1 мы применяем жадный алгоритм 2 пишите нормально у вас здесь 5 плюс 2 пожалуйста пишите 2 читалось да так 8 все спасибо вы с вами работаете геном так так садитесь все вы тоже все это делаете так 13 1 8 3 1 замечательно да нет вы просто не поняли что такое число фибоначчи значит числа фибоначчи это нет я уже вам сам это вот последовательность никакие другие слагаемые использовать нельзя да 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 21 3 1 молодец но единственная тропа надо написать чтобы ее видно было все задайте дальше вопрос напоминает 19 лучше продиктуете что такое 19 это 13 5 и 1 да 18 что такое 13 плюс 5 да 13 3 спасибо садитесь так пишите нормально можно чтобы ее можно было прочитать 5 должен быть при этом многие из вас недооценивают такую простую вещь умение писать цифры один раз делайте над собой усилия научитесь писать разборчиво цифры и буквы я вот тут в школе умудрился встретиться с 11-ти классником которого значит ко мне привели позаниматься выяснилось что действительно замечательно умный мальчик он действительно вполне вполне соображающий многочего знающий но все буквы и цифры которые он пишет на одно лицо просто все время одна и та же закорючка в результате прочитать после него совершенно невозможно ребят человек умудрился учиться до 11 класса и все время мучился один раз в час сделайте усилие научитесь писать разборчиво так 21 плюс 12 а 12 это что такое это 8 плюс 4 а 4 это что такое 4 что такое 4 3 плюс 1 вот и пиши 3 плюс 1 что 20 21 21 21 21 плюс 5 21 плюс 5 отлично спасибо так сейчас я каждое из наших вот этих вот часов представлю внимание фибоначчиевы системе счисления беру синий мел и здесь пишу 1 давайте я буду палочку писать легко в знак того что это не просто запис а это именно фибоначчиевы системы счисления дальше вот это пишется как 1 это пишется как 1 2 это единица 0 1 нет именно фибоначчиевы сейчас именно фибоначчиевы у меня сегодня с вами действительно на занятии была двоичная система там разряды были 1248 и так далее сейчас разряды совсем другие последний разряд это единичка потом двойки тройки восьмерки и так далее это не двоичная система так что такое пятерка это у меня последний разряд не нужна вот это последний предпоследний вот это единицы с тремя нулями так пожалуйста сумеете себе это в тетрадь аккуратно единица с тремя нулями дальше единица с двумя нулями единица единица нолик один ноль заметьте пожалуйста в двоичной системе единицы могут стоять рядом то есть в двоичной системе исчисления когда число пишешь то там любая последовательность из нулей единицы здесь история совсем другая здесь история уже совсем другая единица потом три нуля потом единица себе это аккуратно все запишите единица потом два peoples один ноль ноль теперь единица 0 один 0 1 так что 13 это единица после которой идет 5 0 давайте объясню почему потому что когда вы будете брать 13 нужно взять это число потом раз два три четыре пять чисел не брать это и записывается вот так единица после которой идет 5 0 так ребят я чуть-чуть не рассчитал поэтому давайте я быстренько перейду вот сюда и здесь продолжу писать потому что места нет для того чтобы писать за 14 15 16 17 18 19 20 так быстро смотрим что такое 14 это 13 плюс 1 то есть единица после которой идут 4 0 и потом единица пожалуйста аккуратно себе все это напишите что такое число 15 это единица 3 0 1 0 16 это единица стоп вы меня обманули вы же меня вот это вместе обманули вы неправильно написали почему здесь 13 плюс 3 конечно вы написали по правилам поэтому я после вас пишу и что-то у меня ерунда получается значит надо написать 13 плюс 3 а что такое у меня тройка тройка это единица с двумя ноликами согласны так все отлично я дошел до 16 теперь 17 это то же самое число 13 3 и 1 самое интересное еще не произошло так что у меня было ошибка так 18 это 13 плюс 5 так 18 это 13 плюс 5 хорошо 19 13 5 и 1 19 20 21 21 22 23 23 23 24 24 Работаем. Итак, какие бывают числа? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Давайте так. Что такое 21? Это у меня 13, это была единица с пятью нуля. Значит, 21 это единица с шестью нуля. Значит, смотрите, единицы, двойки, тройки, пятерки, восьмерки, 13, 21. Отлично. 22. Да, это 21 плюс 1. Дальше. Что такое 23? Это 21 плюс 2. 24. Это 21 плюс 3. Дальше. 25. Это 21 плюс 3 плюс 1. Слушайте, я даже туда не смотрю, я так соображаю. 26. Это 21 плюс 5. А пятерка это единица с тремя нулями, да? Единица двойки, тройки пятерки. Отлично. 27. Это 21, 5 и 1. 28. Это 21, 5 и 2. Так, хорошо? Напомню. Ну, только не буду заново это делать, потому что там была, помните, огромная таблица, которую мы выписывали. На прошлом занятии была таблица выигрышных и проигрышных болей в игре Цен-Ши Ци. Я напомню, какие там ситуации были. Там были такие проигрышные ситуации. 1, 2. Вспоминаете? Значит, правила игры. Для тех, кого не было, можно найти. Правила игры. Есть две кучки камней. За один ход можно взять сколько хочешь из одной кучки, или сколько хочешь из второй, или поровни из обеих кучек. Кто взял последний камень, считается выигрышным. Так вот, оказывается, что в этой игре есть такие замечательные позиции, которые называются проигрышные. С которых как-то не играй, начинай, все равно противник, если он хорошо играет, сможет тебя победить. Простейший пример такой проигрышной позиции. Это 1, 2. Когда у нас в одной кучке один предмет, а в другой кучке два предмета. Смотрите, если я беру отсюда, он берет это. Если я беру отсюда, он берет поровну это. Если я беру отсюда два, он берет это. Ну, в общем, легко все варианты посмотреть, и вы поймете, что все хорошо. Или есть другой пример. Это ситуация 3.5. Ситуация 3.5. Тоже давайте сейчас посмотрим быстренько. Вот у нас имеются две кучки. Давайте на кусочек мела. Вот пусть у нас в одной кучке три предмета, а в другой пять кусочков. Смотрите, я делаю какой-нибудь ход. Ну, я делаю какой-нибудь ход. Например, отсюда беру два предмета. Тогда противник берет по три и выигрывает. Я, например, беру отсюда один предмет. Тогда смотрите, что он может сделать. Он может взять по два предмета и получится ситуация 1.2, а эту ситуацию мы уже разбирали проигрышная. Ну, в общем, опять, кому интересно, можете поиграть, посмотрите. Ситуация 3.5 проигрышная. И дальше на прошлом занятии мы на это целый час потратили. Мы выписали следующие проигрышные позиции. 4.7. Совершенно верно. Дальше. Говорите из своих читателей. Не слышу. 6.10. 6.10. 6.10. Это тоже правильно. 8.13. 8.13. 12. Тоже правильно. Дальше. 6.10. 6.10. 6.10. Нет. 3.5 проигрышная. 6.10 не может быть. Просто один возьмет из 6 и... Так. Кто-нибудь еще вспомнит? 7.10. Нет. 9. Что? 12.9. Так. 9.15. Это правильно. Так. Ребята, давайте пока я остановлюсь, на всякий случай я напомню принцип. Все натуральные числа присутствуют по одному разу в этих столбиках. То есть, то есть, единица, если здесь здесь, больше она уже не разносится. Двойка стоит, но больше не разносится. И разность здесь равна единице. Здесь 5-3 это 2. Здесь 7-4 это 3. 10-6 это 4. 13-8 это 5. И 15-9 сколько? 6. Отлично. А теперь перепишите все эти штуки в фибоначчиевой системе числа. Каждое из этих чисел, значит скобка остается скобкой, единица превращает в единицу с палочкой, двойка это 1-0. Так. Пожалуйста, диктуйте. Тройка. Что такое тройка там? Смотрите. Один и два нуля. Один и два нуля. Отлично. Пятерка что такое? Один и три нуля. Единица и три нуля. Замечательно. Что такое четверка? Единица и два нуля. Один и один нуля. Один и три нуля. Один, ноль и один. Совершенно верно. А семерка что такое? Один, ноль, один, ноль. Один, ноль, один, ноль. То есть это пять плюс два, да? Хорошо. Шестерка диктуйте. Один, ноль, ноль, один. Один, ноль, дальше. Ноль, один. Ноль, один. а давайте соображаем 10 это восемь плюс два это разряд единиц, двое, трое, пятерое, восемь все правильно так, восьмерку мне пожалуйста один, ноль, ноль, ноль сколько нулей? четыре четыре, тринадцать это что такое? я палочку сколько нулей в тринадцати? пять пять нулей в тринадцати, отлично так, число девять диктуете один, три, три, тринадцати так, дальше что такое пятнадцать? один, ноль, ноль, ноль так, ребята, может быть кто-то из вас уже догадался? какое есть удивительно простой фрагмент связывающий между собой да конечно это же очень простая штука то которое стоит возле той получается приписывание моря вы это видите или нет вот когда это море убираешь то получается вот это число смотрите какая простая штука кстати заметьте это число обязательно кончается на нечетное количество нулей вот здесь пять нулей а здесь четыре нуля поэтому мы с вами научились быстро играть в игру которую в прошлый раз я потратил целый час на рисование таблицы значит смотрите чему я вас научил в прошлый раз что если вам надо выиграть в эту игру то вы должны быстренько нарисовать таблицу огромных размеров и заполнить ее буквами вейпе было такое это механический процесс то есть если действительно от этой игры что-то серьезное зависит вам действительно надо выиграть то вы просто садитесь тратите что много бумаги много пасты но сделаете а выяснилось сейчас что фибоначчевая система счисления позволяет сделать то же самое гораздо быстрее значит сейчас я настаиваю на на следующий вы должны мне продиктовать следующие пары по поводу гарнира еще пока есть время могу сказать следующее к сожалению его книжки не являются учебными то есть там совсем простые задачи соседствуют с иногда даже нерешенными математическими проблемами дело в том что он писал журнале scientific american который не рассчитан на какой-то определенный возраст и поэтому ему надо было все время чтобы это было интересно и самому непосвященному человеку и наоборот самому профессионал да какой-то замечательного ученого поэтому он все время перемешивал самые простые факты перемешивал с очень-очень сложными поэтому к сожалению учиться по книжке у гарнера нельзя но если вы будете многие страницы пропускать а сейчас это между прочим удобно потому что сейчас даже покупать не обязательно в интернете они все лежат сканированные кстати где отсканированные математические книжки знаете или нет господа потому что купить все книжки на свете невозможно где лежит много отсканированной математической литературы а замечательно где в интернете интернет большой поиски это замечает есть специально созданный для вас сайт mccme.ru там есть раздел электронная библиотека давайте я быстренько научу вас как вот эти вот числа получить значит ребят выписываем натуральный ряд пожалуйста это сделайте вместе со мной пожалуйста это сделайте вместе со мной так успейте выписывать потому что я сейчас буду делать очень важную операцию и нужно будет чтобы вы успели вместе со мной так у меня кончилось место на доске но при желании я могу это выписывать еще сколько будет далеко сейчас мы их с вами будем зачеркивать кто хочет сегодняшнее занятие по-настоящему понять можете в интернете опять-таки посмотреть журнал квант там было на этом еще несколько статьи есть простой способ можно просто взять и поискать слово цзяньши цзи или я даже помню название этих статьи мне назвать автор ягнон написал одну из этой статьи по бабу это я кстати это у меня был такой же Данил в кванте одна из статьи по-настоящему написал другую статью и еще была статья которую написали с ней вообще была совершенно детективная история в кванте представьте себе в журнал квант много-много лет назад пришла статья подписанная двумя авторами они были какие-то такие литовского типа статья была хорошая ну как вводится в кванте там же все не сразу публикуется он такой неспешный журнал потому что математика там не устаревает вот ну статья лежит там несколько месяцев прошло а может быть и год прошел а может быть даже мы не знаем ну еще ее публиковали замечательная статья практически так же как выслали ее публиковали и вдруг выяснилось что никто в редакции не знает что же это за люди нет то есть как вот пришло просто письмо конверт потеряли статью опубликовали авторы так и не объявились за деньгами никто не пришел там есть великая тайна кто же написал эту статью статья хорошая ее и сейчас можно читать вот но причем знаете там история какая ведь самотеков такие вещи не бывают то есть в смысле совсем с улицы поскольку статья хорошая то понятно что это написал кто-то из разумных людей есть такая книжка называется тихий дом и писатель шоу который якобы ее написал но там большинство людей понимают что это не так почему явно что там он подписался по чьей-то чужой книжке потому что не может быть так что у человека не было не было не было книжечек потом бах огромный роман и потом опять ничего 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 не на самом деле если человек хорошо пишет то не бывает так что он уже только совсем одна книжка и больше в принципе в своей жизни ничего не написал вот но тем не менее тем не менее там произошла вот такая история скорее всего это просто кто-то из разумных математиков решил подшутить над товарищами или еще что-то не знаю не знаю не знаю не знаю но не знаю 9 и 15 только я сейчас вспоминаю какая-нибудь разница какая разность 6 9 и 15 стираю разность должна равняться 6 значит следующее будет равна 7 11 и 18 пишу сюда 11 и 18 12 разность между ними равна 7 стираю теперь разность будет равна 8 какое число пойдет следующее 12 и 20 стираю поняли как все просто так я стерню то число 12 12 сейчас так спасибо так 12 20 теперь разность должна равняться 9 14 и 23 пожалуйста меня заметьте я каждый раз стираю наименьшее из оставшихся и то которое получается наименьшее из оставшихся это 16 а прибавлять надо 10 10 и 26 16 и 26 отлично теперь какой наименьшее оставшееся 17 отлично 17 и 28 вы абсолютно правы заметьте ребята процедура во много раз быстрее чем было когда мы помните на прошлом занятии как сейчас помни я даже один раз сбился и потом хорошо 19 а кстати свое оправдание я был злой на то что сбился в прошлый раз поэтому на своем вечернем кружке я взял старшеклассников эту таблицу все таки нарисовал в доказательство того что я все таки умею и соответствующий фильм здесь записан поэтому так 19 сколько нам надо прибавляют 20 28 не стер 28 да 19 сколько прибавляют 31 12 прибавляют то есть будет 31 так я стираю число 31 следите а то я вас заболтаю так теперь 21 и 21 здесь я предполагал 13 здесь 30 сколько 34 кстати это два числа споначи заметьте пожалуйста 21 и 34 дальше 22 и здесь была разность 13 здесь 26 36 молодцы 22 и 36 так хорошо так 24 и 24 не правы 39 надо прибавлять 14 а здесь 15 24 и 39 так между прочим я правильно рассчитал 25 и 45 так здесь 15 16 и 41 да 25 и 41 абсолютно верно конечно я я при желании могу дальше продолжить 27 и прибавляю 17 сколько там будет 44 надо вычеркивать да вот дальше 29 и 18 сколько надо будет 20 20 это да 29 и прибавляю 15 здесь я прибавляю сколько 17 18 прибавляю 47 дальше 30 и прибавляю 19 40 потом 32 я не боюсь это писать потому что у меня там число уже дальше 32 прибавляю 20 52 так давайте я на этом успокоюсь понятно что дальше дальше таким способом можно действовать так можно делать до бесконечности так считать что вы поняли о чем сейчас можно только в тот момент когда вы сами сможете эту табличку до конца заполнить это будет означать что вы поняли что такое фибоначиева система счисления работает между прочим числа 11 и 18 у меня уже на доске написаны поэтому все что вы должны сделать это взять вот это и переписать так что не такая уж эта и сложная задача давайте зачеркиваем нолика последний если у вас второе число кончается не на нолика это значит ошибка значит уже получилось не правильно сюда 11 это 1 0 1 2 0 так пишу 1 0 1 2 0 а 18 это соответственно 1 0 1 и 3 0 так что такое 12 1 0 1 0 1 очень хорошо 1 0 1 0 1 и 0 1 и соответственно 20 это то же самое только приписывание только приписание только приписание только приписание 1 0 так что такое 14 это 13 и 1 то есть что такое 13 это единица с пятью нулями а соответственно 14 это 1 1 2 2 3 5 5 8 13 отлично 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 а 23 получается приписание приписание к этому хозяйству 1 0 так да 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 конечно я все время это должен ставить что такое 16 13 плюс 3 кстати мы можем и сам собрать это 13 плюс 3 13 это разряд восьмерок разряд пятерок разряд пятерок разряд троек двоек и единиц отлично и 26 получается приписанием к этому к этому да еще одного нолика так давайте 17 не глядя на эту таблицу сделать надо написать 13 восьмерки не нужны 1 0 0 1 0 1 пятерки тоже не нужны 1 тройки нужны 13 плюс 3 двойки не нужны и единицы нужны все так и двадцать восемь это надо приписать в море видите как все так ребят ну давайте я напишу вот это число и на этом не покорить это что такое двадцать день т.е.д.э. это двадцать один и осталось написать восемь т.е.тринадцать писать не надо разряд восьмерок нужен разряд пятерок не нужен троек не нужен двоек не нужен нулей не нужен так и сорок семь это надо к тому же самому что вам fez и т.д. pajamas обучения cак взомей